Всем привет, ребята, с вами Бриз, и сегодня я наконец-то решилась показать вам свои какие-то старые арты. На самом деле, меня довольно много просили сделать подобный ролик, несмотря на то, что на другом канале есть такой, но он немножечко другого формата, и мы там рассказывали о другом периоде жизни, то есть, наверное, тогда, когда мы только-только начинали рисовать. Но я решила, что мне нужно провести вам экскурсию в 2014 год где-то примерно, где я уже более-менее освоилась с материалами, и да, сразу предупреждаю, в видео будут присутствовать супер-мега-некачественные фотографии и традишки, и также ультра-всратые картинки. Вы должны быть к этому морально готовы, я сразу вас предупреждаю. Итак, Story Time. Тогда было модно вести такую штуку, как Wraith This Journal, то есть, вместо того, чтобы покупать обычный скетчбук, я купила вот эту хрень, я ее даже чуть-чуть закастомизировала. Да, это, конечно, не так красиво, как делали многие люди, но я тогда была еще мелкой, и на самом деле я не умею до сих пор ничего оформлять, мне кажется. В любом случае, я взяла все свои картинки именно оттуда, потому что очень долго я рисовала только в нем, игнорируя все скетчбуки, и забавный факт, эта штука даже наполовину не заполнена. То есть, это был тот период, когда я вроде бы любила рисовать, но делала это, ну, раз в месяц, два там, то есть, не очень часто, но, по крайней мере, я пыталась. И это был тот период, когда я хотела заняться рисованием чуть серьезнее, и поэтому купила себе и карандаши, и фломики, и прочее, прочее, прочее. Но да, это очень-очень бюджетно, все очень бюджетно, потому что, ну, потому что я из бедной семьи, так уже вышло. И это Бриз. Я считаю, что это шедевр 10 из 10, но если без шуток, то я не могу вспомнить, кто из художников мне тогда нравился, кроме Вивзи Поп, но, как ни странно, я не пыталась ее копировать. На самом деле, если вы возьмете любой арт Вивзи и поставите рядом с этим, то вы поймете, что, на самом деле, они не очень-то и похожи, потому что я как-то увидела и такая, ну, и пофигу, да. В общем, я делала все как-то, как рука ляжет, и стилистики у меня... Вообще, нет, была стилистика, но я бы назвала это, как сейчас модно говорить, синдром одного лица, потому что, как вы видите по другой картинке, они весьма одинаковые. И если вы скажете, ну, это же один и тот же персонаж, нет, у меня все персонажи выглядят так. И да, здесь нет теней, здесь все очень криво раскрашено. Ладно, вообще-то тут есть тени, вру, вру, ладно. В любом случае, я тогда рисовала именно так, и это были такие быстрые картинки, над которыми я не особо старалась. Я не знаю, мне просто хотелось рисовать что-то быстро, и так, чтобы это выглядело довольно мило. И, знаете, стилистика мультов мне нравилась в то время больше, чем аниме. То есть, я была заядлой анимешницей, но аниме я не особо хотела рисовать, потому что в моих глазах это что-то сложное было, да. И на самом деле, несмотря на то, что сейчас я уже не рисую так, и я какое-то время даже не рисовала носы, здесь видно, что есть носы, вау, удивительно. Ну, в общем, видно, что у меня уже в то время лежала рука к определенным вещам, то есть, например, я до сих пор рисую вытянутые глаза, потому что мне так больше нравится. Можно сказать, я считаю это своей фишкой, как в какой-то степени. Потому что в то время так дел очень, ну, мало кто. Больше все рисовали круглые и все такое. И вот, уже следующая картинка, как видите, это не Брис, но все выглядит абсолютно точно так же. Это могла бы быть Брис. Кстати, здесь очень много персонажей из Лола, потому что я в то время начала задротить, и мне дико нравились все персонажи, и я их, типа, просто рисовала. Можно, кстати, похвалить меня за детальность, и тут есть тени в волосах, я не знаю, пряди какие-то, я в шоке. Да, я пыталась выделять лицо и почему-то грудь. Ну, опять же, я не удивлена, это то, что я делаю до сих пор. На руки меня, обращаем внимание, мне было очень мало лет. И эту картинку уже я, кстати, делала ближе к Новому году. Опять же, я говорю, что это где-то 2014-2015 год. Знаете, я думала, что будет очень красиво, стильно, модно, молодежно, если я всю страницу заляпаю краской, а потом поверху что-то нарисую, но, как видите, получилось очень хреново. Но я пыталась рисовать детальные костюмы, я пыталась рисовать полноросты, то есть я даже не боялась рисовать руки, да, они, конечно, всратые, но я могу себя реально похвалить за то, что я не прятала их за спину, и реально что-то рисовала. Ну, кстати, да, тут глаза немножко уже другие, и это та же самая страница, если вы спросите, что это за штуки там валяются, я их просто не стала доставать. У меня по всему моему этому журналу валяются какие-то наклейки, которые я так и не вклеила. И вот эти белые пятна, кстати, выглядят очень странно. И здесь была вся страница в скинах Ари, это были все скины на тот момент, ну, может, я какой-то, конечно, не дорисовала, но в любом случае тогда их было не так много, как сейчас. И, опять же, вот такая страница пить персонажей из Лола, да, я тогда не особо рисовала ни Брис, ни своих осов, потому что я ими не так сильно увлекалась, и эти страницы, точнее, можно сказать, это одна страница, да, они максимально простые для меня. Я никогда не вырисовывала ничего серьезного, но я пыталась рисовать и красками, и карандашами, но как же это всрато выглядит сейчас? Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, но мы здесь просто поугарать, наверное, не то, что я себя обсираю, но определенно сейчас это выглядит чертовски забавно. И эту же страницу я даже не закончила, несмотря на то, что тут даже есть какие-то тени, наверное, по крайней мере, мне так кажется. Я эту страницу так и не закончила, здесь должна была быть куча надписей разных, но я их не написала, но неважно на самом деле. И это уже мои любимые страницы, по большей части. Если вы думали, что моя самая любимая игра – это Лига Легенд, то по большей части вы угадали, это та игра, в которую я играю до сих пор уже, получается, лет 9. Да, вот это я даю, конечно. То моя самая любимая сюжетная игра – это Life is Strange, и я ей посвятила аж целый разворот в Рэкзи Журнал. И да, не то чтобы эти картинки очень красивые, я бы сказала, они ультрафсратые, но суть была просто переписать один из дневников Макс туда и вставить какие-то картиночки, которые были в игре, то есть я перерисовывала какие-то скриншоты по сюжету более-менее. И на самом деле моя маленькая мечта, которую я до сих пор не исполнила – это сделать нормальные фан-арты по Life is Strange, но когда-нибудь, когда-нибудь. Потому что, честно говоря, несмотря на то, что это моя самая-самая любимая серия игр, я прям вот фанатею по ней максимально сильно, я готова покупать мерч с ней, хоть я еще ничего не купила, но просто ничего не продается, неважно. Я когда-нибудь правда сделаю что-то нормальное с ними. В любом случае, я эту страницу делала долго, потому что, как вы видите, написано «заклеить страницу скотчем», а заклеить ее скотчем было очень проблематично. Но, да, по большей части, это просто, опять же, в сратой картинке, и как видно по ним, я уже ушла от той стилистики. Ну, в общем-то, прошло какое-то время. Я заполняла этот журнал года два, так что, предположительно, это уже был 2015 или 2016 год, да? Опять же. И, скорее всего, это 2016, да? Я скажу, почему потом. И я уже пыталась что-то более анимешное. На самом деле, я всегда хотела рисовать что-то среднее между мультами и аниме. И сейчас, мне кажется, у меня более-менее это получается, но тогда, тогда это, конечно, страх-кошмар. А это... Это уже рисовала я себя. У меня всю жизнь была эта всрата уродская челка, так что она у меня и до сих пор есть. Я ее не буду обрезать. И я тогда очень сильно фонотела по Анастасии Шпагиной. И я могу сказать, что мне она, конечно, до сих пор нравится, но тогда это был очень сильно тот самый период, когда, вау, я хочу быть такой же, я готова переживать все, но мне нужно это. И, в общем-то, опять же, это какое-то уже аниме, на самом деле, похоже, но, вау, прогресс. Здесь есть тени, да, неплохие, но они, по крайней мере, есть. И, да, ребята, никогда не пытайтесь так же прорисовывать волосы. Это выглядит убого. Это я говорю вам, поверьте, не надо. И вот эти картинки, опять же, Поппи, Лига Легенд, эти с картинки нарисованы в 2016 году, потому что там внизу была подпись, которая сюда не попала. Так что можно предположить, что больше аниме стала увлекаться как раз в этом году. И, вау, здесь более-менее нормальные руки. Офигеть. И вот эти волосы, за них меня, конечно, можно похвалить. Капец, я их, наверное, долго прорисовывала, но для меня это долго. И я могу сказать, что она более-менее даже нормальная. Обе, обе более-менее нормальные. Но первая определенно выглядит лучше. Да, я фанатела по странным вещам. Эта картинка уже чуть более всратая, но, честно говоря, у меня тогда была вот привычка, как вы заметили, прорисовывать черным, видимо, маркером или ручкой только глаза. Все остальное я не любила выделять, я не любила делать лайн. Поэтому, по большей части, это просто раскрашенные фломиками скетчи и карандашами. И это, конечно, выглядит убого, стоило добавить черного. Но, что поделать, я всегда додумываюсь до таких очевидных вещей уже слишком поздно. И, напоследок, покажу вам две картинки, которые есть в моем маленьком в Rexy Journal. То есть, есть большой, а есть маленький. Но в нем, в маленьком, я почти не рисовала. И из полноценных там только вот эта картинка. И да, она нарисована позже. Походу, я решила вернуться к первоистокам, но, вау, посмотрите, тут есть шейд. Типа, почти нормальный. Типа, я пыталась, я очень сильно пыталась. И это, кстати, маленькая девочка из Биошока. Точнее, младшая сестричка, но не суть. А это Бриз, опять же, точно такая же. Похоже, будто бы она не спала 10 ночей. И на этом мои картинки по Rexy Journal просто закончились. Там были какие-то незаконченные картинки, скетчи. У меня там очень много незавершенных страниц. Но, опять же, я их не... Ну, не вижу смысла их показывать. Я вам показываю те арты, в которые я типа вкладывалась. Конечно, они всраты и выглядят уже не так красиво, как мои нынешние работы. Хотя, конечно, с нынешними я тоже бы поспорила. Но, в любом случае, как-то так. Прошло уже довольно много лет с тех пор, как я так не рисую. И, опять же, стоит сказать, что тогда я не очень сильно старалась и не хотела заниматься рисованием. Просто рисовала для души. Наверняка, если бы я тогда вложилась сильнее в арты, сейчас все было бы по-другому. Но, неважно. Пишите свое мнение в комментарии, что вы думаете в будущих срадых картинок. Насколько сильно они вам понравились. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на Инст, на ВК, на Твич. Приходите, смотрите мои стримы. Спасибо за то, что досмотрели этот ролик до конца. Я всех вас очень сильно люблю. Целую и всем пока.